В регионе продолжается реформа местного самоуправления. Ее конечная цель – повышение эффективности управления округом. Для этого между окружными и местными органами власти будет распределена ответственность. На днях Игорь Кошин озвучил совместное с руководителями города и Заполярного района решение. Стороны сошлись во мнении, что для некоторых сфер необходимо установить переходный период. В Заполярном районе это жилищно-коммунальный комплекс. В течение 2015 года район продолжит осуществлять полномочия в сфере ЖКХ. За это время ему необходимо подготовить и предоставить программу модернизации отрасли и основного ее муниципального предприятия «Северхжилкомсервис». Администрация города продолжит работу по обслуживанию ТБО, взяв на себя обязательства в прохождении государственной экспертизы. Муниципальное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей переходит на региональный уровень. Это же касается культуры и строительства, за исключением незавершенных объектов. Для образования 2015 год также станет переходным и оно останется в ведении города. Что касается дорог, то стороны договорились о разделении полномочий. Дорогами муниципального значения займется муниципалитет регионального органа государственной власти. Не скрою, сложно дались определенные решения, но взвесив и текущую ситуацию, и начатую уже работу по сферам жизнедеятельности принято такое решение, и мы достигли таких договоренностей. Я хочу поблагодарить и выразить дальнейшую надежду, что несмотря на разность, еще раз скажу, политические партии, политические взгляды, у нас у всех есть понимание, что мы все одна команда, которая называется Нинский автономный округ, и что у всех у нас на самом деле цель-то одна – это качественное повышение жизни жителей Нинского автономного округа.